дорогие друзья и приветствую вас из солнечной испании благодарю за интерес к моему каналу спасибо за лайки и комментарии отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку спасибо друзья мне пришлось походить по городу чтобы найти более-менее спокойное место и тут же у меня за спиной образовались недлегалы с узлами но из песни слов не выбросишь вот что есть то есть это наша испанская жизнь шумно и весело сегодня я приглашаю вас на прогулку в чудесный испанский город приегу де кордоба там будет проходить средневековый рынок но сначала хочу поздравить немного запоздала бывший премьер-министра финляндии санну марин с днем рождения вчера 16 ноября ей исполнилось 39 лет комсомолка спортсменка и просто красавица поздравляю если вы не согласны и не педите дорогие друзья я приветствую вас из солнечной испании сейчас я нахожусь в замечательном месте приегу де кордоба и здесь проходит стилизованный средневековый рынок сейчас мы с вами пройдем посмотрим и пощупаем как у всякого уважающего себя испанского города здесь есть крепость обратите внимание на эту живую изгородь из лаванды шарман шарман город очень старый он был основан по всей видимости во времена римской империи здесь конечно на стенде рассказывается об истории этой крепости кто где когда с кем ну давайте опустим эти подробности и просто поднимемся на крепостные стены на крепостные башни и полюбуемся панорамами открывающимися сверху не знаю как у других а у меня упоминание о римской империи сюда вызывает душевный благовений трепет крепость небольшая и я ее обижала конечно со всех сторон согласитесь красиво попыталась выглянуть из бойниц довольно таки узкие щели чтобы стрела не пролетела крепость недавно отреставрирована находится в прекрасном состоянии примечательно что за вход ничего не просят по нынешним временам это довольно таки уже редко а вот там внизу у подножия крепости расположился средневековый рынок сейчас мы туда пойдем рынок небольшой стилизован под средние века вот музыканты в костюмах исполняют какую-то музыку барокко славит ребеночек тоже при нарезу в средневековое платье здесь художники торгуют своими работами лавка с медом здесь у меня приятельница испанка закупила с медом здесь есть и прополис и и воск и пыльца мед различных сортов и цветочные и какой-то эвкалиптовый и каштановый приятель скупила и говорит что очень выгодно мед качественный и по цене подходящий здесь торгуют харчами картофель фри обратите внимание на это масло вот у меня не возникло ни малейшего желания купить что-то жареное в этом масле спасибо нет купила на этом лотке себе аргентинский пирожок называется импанадос они с различными начинками здесь он стоил 2 евро за штуку хозяин лавки оказался чилийцем очень приятно а эти колбаски не мясные шоколадные лоток с шоколадом здесь шоколад с различными начинками с орехами и с инжирами и с финиками и со сливами и они еще дают дегустировать мы конечно от дегустировали все и кое-что купили лучших традициях средних веков здесь у вас гончарное производство и посмотрите здесь для детей устроили гончарные школы как они стараются этот малыш меня так умелил какой прелестный малыш и как он сосредоточен как на всяком рынке конечно здесь были изделия из кожи какие-то сумки ремни и кошельки были украшения украшений серебра очень приличные и были какие-то пластмассовые публикушки откровенный хлам из китая сегодня суббота и у испанцев святое дело обед семьей вот субботу воскресенье они принадлежатся берут своих дедок бабок чат домочадцев и всей компанией отправляется в ресторан на обед и а и 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 я в поездке с клуба выходного дня с испанцами и у нас был заказан на группу ресторан это нужно обязательно делать заранее потому что по выходным в хороших ресторанах в испании везде аншлаг сейчас за грани в чужие тарелки эти дамы взяли сальмореху это суп из помидоров я взяла тушеные свиньи щечки кореяда очень вкусные а моя приятельница овощи с креветками оказывается у нас в группе есть именинник сегодня это лола наш гид а теперь мы идем на экскурсию по городу город имеет ярко выраженный арабский колорит от мавров остались узкие улочки и белые дома эти поэблас бланкос в переводе с испанского белые деревни символ андалузии они очень колоритные и их несомненно стоит посетить очаровательный лабиринт выберенных улиц экономика региона основана на производстве оливкового масла но оливы страдают из-за засухи урожай снижается и цена на оливковое масло выросла местное оливковое масло имеет собственный лейбл при его и занимала призовые места международных конкурсах очень красивый комплекс фонтанов любимое место отдыха местных жителей фонтан в стиле барокко перекликается с подобными фонтанами в италии мне настолько понравился этот городишко что я даже задумалась а не поселиться ли мне здесь следующей зимой а на этом дорогие друзья я с вами прощаюсь благодарю за внимание и до новых встреч а